Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, мне нечего сказать мужчине, пишите вы. Вот, знаете, я думаю, что основная проблема ваша состоит из двух частей. Первая часть, это то, что вы мужчин воспринимаете как мужчин. То есть, точнее, нет, не так, вы людей мужского пола воспринимаете исключительно как мужчин с точки зрения гендерных разграничений, если можно так выразиться, вот. То есть, мужчина для вас, это мужчина, это не человек, не партнер, не личность, это именно мужчина. И если к мужчине относиться как к мужчине, чисто по гендерным признакам, да, чисто вот по гендеру, то да, действительно не о чем будет разговаривать. Беда в том, беда в том, что мужчин так воспринимать нельзя. Мужчина, это в первую очередь партнер, мужчина, это в первую очередь человек, это в первую очередь личность, и только потом он становится мужчиной. Понимаете? И если для вас разговор, ну, то есть общение сводится только к тому, что вы рассказываете о себе, то я вас понимаю, действительно сложно поддерживать общение, потому что, ну, о себе не будешь говорить вечно. Ну, а других, кстати говоря, тоже, ну, не будешь говорить бесконечно о, например, о себе или о другом, да, это вот нормально. Нормальная история. Вот. Поэтому, поэтому, начинать нужно, начинать нужно того, как вы воспринимаете мужчин, как вы их видите, как вы видите мужчин. Знаете, в чем дело? Потому что, если вы мужчину не воспринимаете как личность и как, значит, партнера, ну, своего партнера в жизни, в жизни, вот. То я боюсь, что вам будет очень и очень тяжело. Ну, вот, вы говорите о том, что увлечение у вас чисто женское. Ну, логично предположить, что если вы хотите, чтобы у вас с мужчинами было больше общения, больше взаимодействия, то нужно, чтобы ваши увлечения были чем-то большим, чем просто женские хобби. То есть, хобби нужны менее детерминированные, менее детерминированные, по гендерному признаку. Вот. То есть, танец живота, если вы им занимаетесь, это прекрасно. Но, помимо этого, нужно еще и интересы, так сказать, унисекс. Вот. Потому что это очень важно. То есть, здесь вы либо расширяете свой кругозор и, соответственно, выбираете себе мужчин, с которыми у вас именно общий интерес, общие какие-то живые виды деятельности совместных могут быть. Вот. Либо все остается вот так, и вы будете искать мужчину пока, ну, мужчин пока не найдете того, кто примет вас, ну, вот, такой молчащий, скажем так. Вот. То есть, тут как бы весь вопрос вот именно в этом. Тут вот весь вопрос именно в том, что вы готовы делать для того, чтобы ситуация изменилась. Ну, вот. В этом смысле слова. Дальше. Следующая проблема, которая мне представляется важней. Это, значит, проблема от того, что вы говорите. То есть, что это значит? Смотрите. Вы пишите. Что вам? М-м-м-м. В первых отношениях я боялась сказать что-то глупое или не в тему. Здесь у нас имеет место быть стыд. То есть, вот, такая поведенческая модель, да, это стыд. То есть, получается, что вы как бы стыдитесь чего-то. Вот. Ну, просто стыдитесь, да, то есть, это может быть, может быть, вы стыдитесь себя, может быть, может быть, чего-то ещё. Вот. Откуда-то, откуда-то, ввелась у вас вот эта вот мысль, да, что вы можете сказать что-то, ну, что-то глупое обязательно. Вот. Только вопрос заключается в том, с точки зрения кого, да? Что есть, ну, вот. С точки зрения кого вы можете сказать что-то глупое? Кто, как бы, решает что глупое, а что нет? Вот. Соответственно, здесь у вас непринятие себя. Здесь у вас вот такая позиция, что я такой быть не должна, вот. Ну, или на языке психологии, да, это критика. Это внутри личностная критика. Соответственно, её природа, цель, форма нуждается в проработке. Почему вы себя критикуете? Как часто вы себя критикуете? Для чего вы себя критикуете? Вот и так далее. И так далее. Вот. А мне кажется, мне кажется, что можно это поправить. Это можно подкорректировать, можно сделать так, что это вас беспокоит. Ну, не будет. Просто. Вот. Вот. Соответственно. Ну, только вот то, что для этого придётся, значит, значит, как бы, ну, поработать. Следующий аспект, который я хотел озвучить, это аспект, скажем так, знаний о себе. То есть, это аспект того, что вы о себе знаете. Да? То есть, я сейчас, вот, поясню, поясню. Вы говорите, что, значит, так, другому рассказал я про свои конфликты с родителями, в итоге он эту информацию использовал против меня. Вот вопрос. Для чего вы рассказываете, рассказали человеку про свои конфликты с родителями? Ну, ну, ключевой аспект здесь. Зачем вы рассказали? Что вы ждали? Понимаете ли вы, что ответственность за то, как человек использует информацию, которая стала ему известна? Да. Ответственны только вы. Понимаете ли вы это или нет? Это очень важный вопрос. То есть, вы рассказали то, что вы уязвимы и вы ожидали от человека определенных ответных действий. То есть, это, извините, перенос ответственности с, значит, себя на другого. За то, что вот с вами происходит. То есть, по сути, это оправдание, да? То есть, вы, возможно, знали подсознательно, что человек, человек, как реагирует так, вы все равно это сделали, чтобы иметь основание, значит, ну, чтобы иметь основание, не доверяясь теперь. То есть, чтобы иметь основание закрыто. То есть, вы подумайте, вот, к чему вы пришли-то по итогу, да? Вот, по итогу вы пришли к тому, что закрылись и вообще ничем не делитесь. Вот. Вы боитесь близости? Вы боитесь близости? Вот. А страх близости – это всегда проблема личных границ. Вот. То есть, как бы, если вы боитесь, избегаете близости, значит, у вас есть сложности с личными границами. Личные границы – это правило. Ну и, конечно же, ваше представление о себе, да? То есть, ну, то, что вы знаете о себе, то, что вы думаете о себе и так далее. Вот. Тот, он является в корректировке, потому что иначе бы человек никогда, никто не смог бы использовать информацию против вас какую-либо, если бы вы ее сами принимали. То есть, если бы она не находилась в центре вашего конфликта внутриличностного. Дальше. Так. Значит. Так. В другом. Одного грузил своими женскими увлечениями. Так. Вот и не знаешь вообще, как говорить и что можно говорить, а что нельзя. Ну, соответственно, я на это вам ответил, да? Что, например, вот я, допустим, я могу говорить о чем угодно. Да? То есть, у меня нет запретных тем. И никто информацию, которую я говорю, да, никто не сможет использовать против меня. Никак. Потому что я знаю, что я говорю, я знаю, как обстоят дела, и никто, никто не способен эту информацию использовать против меня. А вы можете, как бы, делясь чем-то, быть уверены в том, что информацию, ну, что информация вам не навредит. Вот. А понимаете ли вы, где вред вам? Где вред, а где польза? А что такое понятие вреда? Что такое понятие вреда? Ну, какие вот у вас, например, критерии, критерии вреда? Лично у вас. А, дальше. Так, ещё больше закрылась, ещё больше загрузилась, теперь вообще всегда молчу больше, чем в первом, какой-то там же круг. Ну, так, вот. Тут вот, как бы, совокупность проблем у вас наблюдается. Ну, и родители, конечно. Конфликт с родителями, безусловно, влияет на данный аспект. Это однозначно. То есть тут, как бы, родители, я думаю, приложили к этому руку. Да, ваш. Ну, я бы предложил вот начать с разбора вот этих вот аспектов, которые я озвучил. Вот. И дальше уже идти в зависимости от того, как вы будете действовать. Вот. То есть, если вот, допустим, вы, правда, себе что-то не принимаете, да, то, соответственно, нужно выяснить, что не принимаете, почему не принимаете, как, чего, чего и так далее. Ну, вот, я понимаю, что ваш отец был для вас только отцом, да, он, по сути, не был никем другим. Вот. И, я так полагаю, что он довольно строгий у вас человек. Вот. И, соответственно, ничего удивительного, что вы, мужчины, вы воспринимаете именно так. Именно так. Вот. Но это ничего страшного, это всё корректируется. Возможно, иная ситуация, что ответ ваш, наоборот, кроме как, кроме как, мужчине, да, больше никем с вами не был. Ну, тоже другая история, возможно. То есть, тут вот, возможные варианты, но это всё можно изучить, всё можно исследовать. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос, конечный, да. Как бы, важно не то, чтобы говорить безумку. Важно то, чтобы было комфортно и говорить, и молчать. А это, возможно, только когда у людей максимальная близость. А это, возможно, в свою очередь, когда человек полностью себя принимает. Но вы себя, соответственно, не принимаете и отсюда, вот, и возникают сложности. Вот. Соответственно, первое, что нужно сделать, да, это вот, принять себя. Это самое главное. Самое главное для вас. Вот. Надеюсь, вы это понимаете. И, поняв это, я надеюсь, что вы, соответственно, сделаете выводы. То есть, разберете сперва то, что я сказал, а потом, может быть, может быть, может быть. После этого вы могли бы уже посмотреть в сторону и, возможно, конфликтов между вами и родителями, соответственно. Если, ну, если такие имеют место быть. Ну, если подобная история имеет место быть. Вот. Ну, а, сперва, я все-таки, сперва настаиваю, чтобы вы, вот, определились с тем, что вы вообще готовы сделать, что вы вообще готовы делать для того, чтобы ситуация исправилась. Вот. 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 То есть, готовы ли вы менять что-то именно в своем поведении. Вот. Потому что, если нет, да, если не готовы, то, соответственно, и говорить, как бы, не о чем. Там все, для этого потребуются перемены от вас, для этого потребуются какие-то усилия от вас, если вы не готовы к ним, то, соответственно, я вас не обвиняю. Но работать тогда будет довольно затруднительно. Затруднительно. Вот. А, ну, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. А, я надеюсь, что это было полезно для вас. А, если у вас остались, остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.